вы создали youtube канал с нуля и думаете что туда нужно загружать после этого видео нет вы абсолютно не правы сначала нужно настроить youtube канал не только визуально сделать шапку youtube канала ну и сделать полную грамотную оптимизацию youtube канала после того друзья как вы сделали оптимизацию своего youtube канала привели его в порядок вы думаете туда нужно сразу же загружать свой полезный контент нет друзья вы тоже ошибаетесь туда нужно сначала загрузить трейлер канала это некое такое знакомство с вами и только потом приступать уже к полноценному блогерство и публикации полезных материалов а вот что входит в настройку youtube канала я расскажу дальше поэтому не выключать данное видео и смотрите вот до конца всех приветствую друзья с вами на связи фокин евгений кто-то меня не знает я ютубер блогер специалист по ютубу на самом деле друзья данное видео я перезаписываю потому что youtube с 2020 года полностью перешел на новую творческую студию и весь интерфейс и все поменялось и к тому же сейчас настройка youtube канала объединился в один раздел это намного удобнее чем было и связи с этим я решил перезаписать свежие полезные видео потому что еще раз напомню я слежу тоже посмотрю своих подписчиков комментарии смотрю многие открывают свои youtube каналы они у них абсолютно не настроены они сразу начинают публиковать свои видео и это конечно же ошибка будущем это может сказаться в недополучение дополнительных просмотров и подписчиков прежде чем я перейду на свой youtube канала покажу как его настроить обязательно ставьте лайк данному видео и не забывайте подписаться на мой youtube канал потому что будет очень много полезного контента все эти функции я могу сделать за вас настроить youtube канал составить грамотное описание оптимизировать его или же проконсультировать вас как это сделать правильно если вы не хотите заморачиваться и разбираться хотите сэкономить свое время вы можете обратиться ко мне по ссылкам в описании также могу разобрать ваш youtube канал и дать рекомендации по нему погнали настраивать youtube канал кто входит в настройку youtube канала первое это шапка у вас должна быть шапка которая должна передавать суть что на ней писать давайте размещу правом верхнем углу здесь в подсказках посмотрите это видео нужно брала много посмотрите далее конечно же аватарку поставить на канал настройку канала также ходит настройка главной страницы вот видите главное и вот так она вы у нас есть вот такие разделы с вашим видео контентом у вас здесь есть трейлер трейлер это знакомство с вашим каналом кто вы о чем вы здесь будете вещать у меня раньше тоже был трейлер сейчас я его убрал желательно бы его вернуть я сюда свою последнюю свою виду мы дали человеку ссылку и сразу он сюда переходит и быстренько начинает знакомиться с вами и тут же он сразу же может поюзать ваши плейлисты посмотреть вообще о чем вы снимаете интересен ваш канал или нет главная страница играет большую роль большинство людей не настраивает оздрях еще здесь можно добавить трейлер для подписчиков он будет тоже появляться здесь это для новых зрителей кто не подписан а те кто нажали кнопку подписаться здесь будет появляться другой трейлер его тоже можно задать в настройках кто еще входит в настройку youtube канала обязательно конечно же описание вот раздел о канале здесь описание должно быть грамотно составлено с ключевыми слова здесь можно указать свои ссылки и да вот эти ссылки которые вы здесь укажете первые пять ссылок которые вы здесь укажете они будут у вас появляться здесь в шапке канала это базовые основные настройки которые нужно взять и их youtube переместил единую настройку решил переснять это видео показать если нажать на значок вот на этот видите изменить значок аватарку нас перекидывает сейчас же вот в такой раздел где можно это сделать далее если мы нажмем изменить шапку нас тоже перекидывает точно такой же раздел все сейчас youtube сделал в одном разделе а раньше нас прикинул на отдельное окно чтоб изменить аватарку шапку сейчас все это проще как попасть в этот раздел здесь хотим поменять аватарку значит на аватарку сюда вот здесь камера значит на шапку а проще всего сразу нажать настроить вид канала нажимая сюда мы попадаем этот пораде на стройке страницы к она эта кнопка она находится когда мы зашли на свой канал как попасть на свой канал я думаю знает когда второй путь это у нас через творческую студию что гораздо проще здесь вот у нас панель с лего с функциями и здесь вот есть настроить канал раньше этой функции была towards недавно нажимая сюда перекидarn точно такой же раздел 1 строчка это вид страница обзор что это знать это настройка вот этой страницы главное видите здесь вот разделы electricity вот трейлер и здесь если мы переходим вот они трейлеры здесь вот они раздел что мы здесь можем указать и как первый трейлер для зрителей о которых я уже на искал который не подписан наш канал здесь нажимаем изменить и выбираем тут или последнее видео или то которое нам интерес здесь также мы можем просто удалить это видео вот это видео это для подписчиков видео это тех кто уже подписались на наш канал как я ранее сказал им там уже будет не вот этот трейлер показываться вот она а уже будет показываться здесь. Вот этот. Ее не будет воспроизводиться автоматически. Вот на него нужно будет нажать. Вот это воспроизводится автоматически. Когда вы даете ссылку на свой YouTube канал. Правильную ссылку, которая именно ведет на главную страницу. А не на раздел видео или плейлисток. Все это вот, находясь здесь, вы просто в адресной строке копируете и все. Здесь вы можете поставить, например, я вот сюда поставлю, например, заполнение формулы W8B по DVD. Это актуальная информация и если подписчики мои еще не видели, пускай ее смотрят. Что-то изменили. Вот у нас здесь загорается кнопка опубликовать. Мы нажимаем опубликовать. И тут же сразу у нас есть кнопка перейти на канал. Нажав на которую, нас сразу перекидывают на главную страницу. Ну сюда на наш канал. И здесь мы можем посмотреть сразу сохранились наши изменения. Напомню, что изменения могут сохраняться не сразу. Например, вот эти вот разделы, они появляются в течение 5, может быть 10 минут, не сразу. Так, с этим понятно. Дальше мы можем добавить раздел. Разделы можно вот так вот. Их можно вот так местами менять. Вы сами определяете, какие у вас разделы будут за какие мы идти. Вот у меня сначала разделы будут все видео мои, которые публикуют самые новые. Потом у меня про мой инвестиционный портфель. Потом про брокерский счет. Самые популярные видео, которые набрали больше всего просмотров. Потом вот отдельные плейлисты. Вы можете добавить до 10 разделов. Вы можете, нажав действие, либо удалить раздел. Некоторые, они только удаляются. Некоторые напоминаются плейлистами. Здесь можно изменить содержимое раздела, либо удалить раздел. Нажимаем там изменить и мы здесь заменяем. Ну и вот таким образом вы добавляете разделы и меняем. Вот здесь вы можете добавить раздел и назвать его там интересные каналы. Рекомендую и сюда вводить уже URL каналов. Коллаборацию с которыми делают. Вот у меня список каналов. Сейчас покажу. Вот так они видите. Справа выглядит интересные каналы на главной странице. Вы также можете добавить. Я у них на каналах, а не у меня на канале. Мы друг к другу пярим. Не знаю, насколько здесь реально можно получить трафик, насколько этих людей и меня смотрят у них. Ну, может быть, какой-то мизерный процент от этого толк есть. Второй раздел бренд. Здесь у нас все, что касается брендинга, дизайна. Это мы можем изменить, добавить свою аватарку. Тут сразу же размеры. Вот все поясняется, что и что. Дальше мы можем добавить шапку канала, которую я ранее сказал. Тут же посмотрите, как она, на каких устройствах как будет примерно смотреться. Но лучше самому проверять с ноутбука, заходить. И с телефоном. Тут мелко видно. Тоже размеры, сколько максимум файл должен весить. И логотип канала. Это вот здесь вот фирменный стиль. По-другому он раньше назывался. Здесь вы задаете, вот здесь у вас будет появляться, кажется, вот такая вот мешочек, наведя на который, здесь можно будет кнопка подписаться. Сами можете это посмотреть. Основная информация, это здесь информация, которая о канале находится. Информация здесь вы задаете описание. Если вы не знаете, как правильно качество создать описание, приходите на консультацию. Здесь вот даже можно перевод сделать описание. Тут вот ваш сразу же ссылка на канал. Вы можете скопировать и давать. Это вот именно ссылка, которая ведет именно вот на вот эту главную страницу, где открывается трейлер. Это URL. Можете или эту, или эту давать. Без разницы. Они все ведут туда, куда я показал. Это просто собственный URL. Я создал в фирменном. Чтобы его создать, тут тоже нужно выполнить требования. Нажмете сюда и можете почитать. И дальше ссылки. Ссылок я не знаю, сколько здесь можно, но очень много. Я даже и, по-моему, 15 ставил. Но ссылки в баннере. Видите, 5 ссылок. Здесь вы можете задать. Но я рекомендую. Тут их всего максимум 5. Я рекомендую ставить 5. Которые появятся вот здесь вот в баннере. Их будет именно 5, не больше. А ставить ссылок можно гораздо больше. Поэтому 5 ссылок самых важных мы ставим в начале. А остальные, которые имели важные, мы их ставим потом. Вы можете задать контактную информацию, например, в свой email адрес. Есть указатель для связи с вами. Прежде чем начинать выгружать видео, вы должны оформить свой YouTube канал. Надеюсь, данная информация была вам полезна. Я напоминаю про лайк, друзья. Давайте наберем хотя бы 200 лайков. Я понимаю, что тема YouTube не очень заходит на моем YouTube канале. Денежная тема инвестиций больше интересная и большая масса людей. Но все же, возможно, вы поделитесь со своими друзьями данным видео. Оно им будет полезно. И они тоже поставят мне лайк. Тем самым алгоритмы YouTube будут хорошо ранжировать данное видео. И мне будет приятно. Мои видео будут набирать просмотры. И у меня будет мотивация больше записывать видео. Если у вас есть вопросы по YouTube, жду их в комментариях, как обычно. Но если еще не подписались, то подписывайтесь, жмите колокольчик, ставьте уведомления, чтобы пропустить полезные видео. Всем пока. Увидимся на просторах интернета. Но я пошел, друзья, монтировать видео. Продолжение следует...